Я отсидел в комиссии по журналистской этике 15 лет. Убил бы кого-то, так уже вышел. Я сказал, что лучше, с моей точки зрения, быть грантососом, чем гарантососом. Уж какой смелый журналист. Как он написал? Приводь бродить по Европе, приводь сталинизму. И он мне говорит, ты что, Володя, ты подставляешь свою семью. Она говорила мне, папа, я у тебя не заместитель. Я политический обозреватель и зам по Орликову. Потому что когда Орликов мне звонил и начинал говорить, там, значит, надо то-то, потом переходил через приемную к Юле. Говорил, так и так звонит Орликова. Она набирала в Нью-Йорке и говорила, так, ты там сидишь, ты что-то знаешь, вот, несуй нос в редакционную политику. И все. Вот она с ним мыла, так говорить. Я, конечно, не. Это Алла Еременко, экономической безопасности, Короткова, Светлана, культура. Вот. Ну, немножко так мы разрастались. Рахманин уже появился. И пришлось чуть ли на половину, где-то на процентов сорок, сокращать штаб. И они предложили, давайте мы вас выкупим у Орликова. Я говорю, зачем? Вот. Ну, чтобы вы были независимые. Я говорю, вы знаете, мне бюро Нью-Йоркского обкома гораздо лучше, чем бюро Киевского обкома. Коммерческого, так сказать, кроме зеркала, за все время сделали, выпустили колоду карт к первым выборам этим, какого-то, или четвертого года, или еще раньше. Хейтспич, хейтспич, понимаете, извините, если он агрессор, значит, он враг. Если он враг, то как я его должен называть? Первую премию пополам получили тогда редактор израильской газеты «Гаарец» и редактор «Палестинского радио». Им пополам дали первую премию. У меня вторая. Так вот вторая где-то на треть больше получилась, чем каждая из них получила первая. Я говорю, украинец, понимаешь, обставил этого еврея и араба. Мы с Юлей отказались, сколько это, 15 лет тому назад, мы отказались от заслуженных журналистов и орденов. Проиграл я, тогда же по пенсии я проиграл сколько. Вот, но пришел в журналистику, можно сказать, голый, голый виду. Да здравствуй. Вот так и мы и работаем. Понимаете? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok